Чтобы поделиться своей кровью, студенты выстроились в очередь. Медики еле успевают регистрировать новоиспеченных доноров. Прежде чем приступить к самой процедуре, заполняют анкету, проводят экспресс-обследование организма. Мария Решетова донором стала впервые. Это малое, чем она может помочь людям, признается студентка. Я давно ждала 18 лет, чтобы сдавать всю кровь регулярно. Я считаю, что это здорово, здорово быть человечным. Всех, кто сдал кровь, угощают сладким чаем и печеньем. Раньше доноров приходилось искать, рассказывают врачи. Теперь они сами узнают, где и когда будет работать передвижная станция. После того, как соберут кровь, ее отправляют на исследование. Ее привезут, сделают все анализы. Там гепатиты, ВИЧ, сифилис, группу крови, резус. Потом ее расфракционируют. Плазма идет или в карантин, или на тот корпус. Они тоже карантинизируют на переработку. А красная кровь буквально сегодня мы привезем. Завтра сделают анализы. Через два дня она поступит в экспедицию и в лечебную сеть пойдет. Сейчас станция переливания крови обеспечена запасами почти на 100%. Не хватает только четвертой отрицательной группы и второй группы крови. Принять участие в акции смогут все желающие студенты. Выездная бригада станции переливания крови посетит все вузы города до конца мая. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События.